Коллеги, позвольте мне поприветствовать всех, кто нашел время сегодня включить мониторы и присоединиться к нашему вебинару, а также пожелать здоровья в первую очередь тем, кто сегодня находится в красной зоне на передней линии борьбы с COVID-19, потому что от них сегодня в первую очередь зависит здоровье нации. Берегите себя, уважаемые друзья и коллеги. Сегодня я опять бы хотел вернуться к вопросу сосудистого доступа, потому что этот вопрос наиболее, на мой взгляд, актуален в период эпидемии массового поступления больных в стационары нашей страны. Когда проходит вентиляция в течение двух недель, когда требуется адренергическая поддержка, когда требуется пронтеральное питание, перед врачом всегда ставят выбор, какой сосуд катетеризировать, насколько его можно катетеризировать, каким доступом. И об этом мы сегодня с вами поговорим. Итак, вначале с анатомией и с классификацией сосудистого русла. Безусловно, в этом плане есть некоторые разногласия. И вот буквально пять минут назад с Константином Михайловичем мы обсуждали вопрос, что такое центральная вена, что такое магистральные сосуды. Если говорить про анатомическую классификацию, то, безусловно, к центральным венам в организме человека относятся только два сосуда. Это верхняя полая и нижняя полая вена. Магистральные вены, те, через которые мы устанавливаем катетер, центральные вены, к ним относятся подключичные, внутренние елемные вены, бедренные вены. Ну и можно еще, наверное, отнести плечи к главную вену, которая в последнее время обладает все большей популярностью в плане катетеризации. И периферические сосуды. Когда мы выбираем, какой выполнить венозный доступ, мое глубокое убеждение, что в первую очередь необходимо ориентироваться на тот срок, которым будет служить установленный внутривенно катетер. Так, периферическая венопуция, как правило, подходит для эксплуатации не более 3-4 дней. Периферические вводимые центральные венозные катетеры более пролонгированы, можно использовать в течение 3 месяцев. Ну и центральный венозный катетер может быть 1 месяц эксплуатации. Опять же, в зависимости от того, какой катетер вы устанавливаете, если через еремную вену, то рекомендовано не более 5 дней. Далее, тонализированные катетеры считаются, что можно устанавливать на 2-3 месяца, ну и порт-системы до полугода и более. Относительно периферических вен. Безусловно, если мы катетеризируем периферическую вену, надо брать в расчет ту осмолярность препаратов, которые мы будем использовать. И гиперосмолярные препараты, вы знаете прекрасно, что могут приводить к флебитам. Периферический сосудистый доступ выполняется для проведения анестезии, если не планируется массивного кровотечения для поддержания водно-электролитного баланса. И, как я говорил, от 3 до 4 суток, как правило, используется периферический доступ. В отношении анатомии наибольшей популярностью пользуются вены верхней и нижней конечности. На нижней конечности, как правило, выбор падает на вены, расположенные в проекции стопы. Но при пункции катетеризации периферических вен иногда возникают проблемы, особенно часто мы наблюдаем их в педиатрической практике, ну а также у взрослых пациентов, у которых аномнистически есть варианты использования наркотических, часто у наркотических энергетиков и у больных с ожогами. А также, как ни странно, это и темнокожие. Поэтому на сегодняшний день существует ряд приборов, основанных на инфракрасном излучении, которые при наведении на проекцию вены позволяют визуализировать ее и посмотрите, насколько она хорошо поддается наполнению. Безусловно, все это значимо облегчает венозный доступ, как это показано на данном видеоролике. Ну и все чаще в последнее время, особенно, опять же скажу, в педиатрической практике, благодаря наличию специальных высокочастотных педиатрических, так называемых, клюшковидных датчиков, используется ультразвуковая визуализация для пункции и катетеризации периферической вены. Но об этом мы поговорим чуть позже. Следующий момент, который нельзя упускать из виду на сегодняшний день, это внутрикосный доступ, который имеет определенные показания. Это быстрое обеспечение сосудистого доступа при угрожающих жизни состояниях, когда возникает необходимость сердечно-люгочной реанимации, когда у пациента диагностирован шок, кома, ожоги, дегидатрации и нет возможности обеспечения венозного доступа. Как у любого метода, внутрикосный доступ имеет свои противопоказания. Это инфекция, ожоги в местах предполагаемой установки, перелом кости в зоне предполагаемой пункции и невозможность определения ориентирования для внутрикосного доступа. Ну, опять же, достаточно простой метод, недорогие аксессуары для выполнения внутрикосной пункции. Ну, вот как показано на этом слайде. Причем у взрослых пациентов не требуется дополнительного обезболивания. Широко распространен данный метод военной анестезиологии, потому что в течение 24 часов ему можно пользоваться. Благодаря этому методу можно использовать забор анализов и проводить инфузионную терапию. Вот эта дрель, которая позволяет целенаправленно перфорировать кость с установкой в ней так называемого внутрикосного доступа, как это показано на данном ролике. Достаточно простая манипуляция, и, насколько я информирован, сегодня многие скоропомощные машины, санавиация снабжена подобными девайсами для выполнения быстрого доступа внутрикосного. При этом вы видите абсолютно веселый и улыбающийся человек во время выполнения данной манипуляции. Ну, основные анатомические точки при установлении внутрикосной иглы это или головка плечевой кости, или максимальная часть большеберцевой кости, дистальный отдел большеберцевой кости, дистальная часть бедра, ну, также можно использовать и грудину. Еще раз обращу ваше внимание, что желательно внутрикосный доступ использовать не длительнее, чем 24 часа. Теперь магистральные сосуды. Вы прекрасно знаете их анатомию, поэтому я постараюсь сэкономить время, не уделяя его именно топографическому расположению сосудов. Как я уже сказал, к ним относятся подключичная вена, внутренняя ремная вена и бедренная вена. Интерес к катетеризации магистральных сосудов значимо велик, и посмотрите по данным наших зарубежных коллег, насколько часто используют данный метод. В Великобритании в год это порядка 200 тысяч катетеризаций, в Соединенных Штатах более 5 миллионов. Опять же, по длительности можно использовать различные варианты центрального венозного доступа. Это краткосрочный, до 70 дней. Это так называемые пиклайны, когда катетеры выводятся через периферический сосуд, туннелируемые катетеры по типу бровиака и имплантируемые порт системы. Ну вот пик катетеры на сегодняшний день имеют большую популярность в онкологии, а также в педиатрической практике. Вы видите, у детишек это метод выбора на сегодняшний день для катетеризации центральной вены. Туннелируемые катетеры, длительность пронатурального питания, потребность в периодических гемотрансфузиях, это все те показания, которые для данной методики и установления порт систем, которые позволяют длительно пользоваться катетеризированным магистральным сосудом. Ну вот на данном слайде показана необходимость установки катетера, то есть показания к центральному венозному доступу. Безусловно, этот список можно расширить и по клиническим рекомендациям, которые опубликованы на сайте Федерации анестезиологов и реаниматологов. Есть добавление к показаниям, перечисленным на данном слайде. И адренергическая поддержка, и частые многократные заборы для анализов крови. Используемые сосуды в нашей рутинной практике, это внутренние ремные вены, подключичная вена и бедренные вены. И когда перед специалистом стоит выбор, какого сосуда осуществлять пункцию и катетеризацию, я всегда показываю работу, проведенную на базе клинической больницы педиатрического университета на сосудистом отделении доктором Набоковым и профессором Купатадзе, когда, изучая этиопатогенез или эфеморального тромбоза у 134 детей при пубертатном возрасте, выяснилось, что в анамнезе у 130 из них была катетеризация бедренной вены. Синдром верхней полной вены, так называемый синдром Педжетта, встречался значительно реже у тех детей, у которых была в анамнезе катетеризация подключичной вены. Соответственно, сегодня, если говорить про бедренную вену, у меня очень осторожное отношение к данному сосуду, потому что частота успешных катетеризаций составляет всего 80-90%, при этом количество механических осложнений возможно до 31%. Если говорить про бедренную вену, она абсолютно непригодна для длительного использования, так как очень высокая вероятность присоединения катетерассоциированной инфекции, ну и, как я уже показал на проведенной работе в педиатрическом университете, высок риск развития тромбоотических осложнений. Пункция подключичной вены. На сегодняшний день подключичная вена считается выбором для пункции, так как характеризуется меньшей частотой инфекционных осложнений, и это понятно, учитывая то, что зона пункции, в ней можно осуществлять хорошую обработку. Возникновение тромбозов подключичной вены также отмечается реже в сравнении с внутренней ремной и бедренной веной, и общая частота осложнений, непосредственно связанных с процедурой катетеризации подключичной вены, по данным ряда авторов, составляет около 22%, достаточно высокий процент механических осложнений. Причины возникновения механических осложнений понятны, это и ожирение у наших пациентов, возможное предшествующее хирургическое лечение, возможная деформация скелета, неспособность больных к сотрудничеству. Но мы очень хотели бы, чтобы наши пациенты выглядели подобным образом, к сожалению, это бывает не всегда так, и вот здесь на стадии показаны отдельные экземпляры, которые, к сожалению, становятся все больше и больше, у которых возникает трудность пункции катетеризации подключичных вен. Ну вот, мне недолго приходилось бегать с фотоаппаратом для того, чтобы сфотографировать подобные анатомические изменения у ортопедических пациентов. Если все-таки больной с правильной анатомией, насколько она правильная внутри, хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы как снаружи все разные, так и изнутри в том числе, так как существуют определенные вариации анатомического строения, и обратите внимание, в одном проценте возможно нахождение, возможно нахождение внутренней ремной вены, медиальной сонной артерии. Человек живет с этим, даже не догадывается о том, что у него есть свои индивидуальные особенности, об этом не догадывается и врач-анестезиолог, который выполняет пункцию катетеризации внутренней ремной вены, и все это, безусловно, влияет на то количество осложнений, которые я демонстрировал раньше. Процедура на сегодняшний день катетеризации магистральных сосудов абсолютно не является безопасной, так как она может стать причиной и летальных осложнений. Безусловно, в первую очередь это касается больных, которые находятся на антикоагулянтной терапии, на химиотерапии, у которых, опять же, истощены факторы свертываемости крови. Ну, вот известная работа, которую очень часто цитируют специалисты, занимающиеся сосудистым доступом, работа Дэвида Маги, что механические осложнения при катетеризации центральных вен возникают от 5 до 19% случаев. Это основной повод для возбуждения страховых, а то и уголовных дел против врача-анестезиолога, который провоцирует Следственный комитет. Хотел бы обратить ваше внимание, что с момента того, когда доктор Морген впервые провел первую анестезию в 1846 году, 16 октября, до сегодняшнего дня, есть только предположения о том, как действует общая анестезия. И поэтому у нас есть определенные темы для обсуждения с патологоанатомом. Но если патологоанатом при секции определяет стоящий катетер в плевральной полости, то здесь уже никаких рассуждений быть не может. Вероятнее, поэтому большинство дел связанных с неправильным осложнением катетеризации центральных вен и оборачиваются против специалистов, которые эту катетеризацию проводили. Посмотрите, достаточно высокая частота пневмотораксов, гемотораксов, пункции артерий рядом проходящих, ну и инфекционных осложнений в том числе. Ну вот, интересный пример, что происходит при пункции внутренней ремной вены, при многократных попытках ее пункции, неудачных попытках, когда происходит травма сосуда. Вы видите, второй слайд сразу же возникает гематома и насколько резко сокращается диаметр внутренней ремной вены. Почему сегодня и ограничено количество попыток, если эта манипуляция выполняется вслепую. Опять же, замечательные фотографии, которыми со мной поделился Игорь Ильдусич Закиров, рядом стоящие анатомические образования, которые можно повредить при пункции внутренней ремной вены. Это подключичная артерия и плевра, и повреждения их приведет или к гемотораксу, или к плевру. Центральный венозный доступ имеет инфекционные осложнения, это и септический тромбофлипид, и катетерассоциированная эффекция, и катетерассоциированный сепсис. Тромботические осложнения, тромбоз глубоких вен, легочная эмболия, которая вчера был посвящен целый вебинар, септическая эмболия, и окклюзия катетером. Ну вот, у врачей, выполнивших более чем 50 катетеризаций, шанс возникновения осложнений в два раза меньше. Но, когда работаешь с ординаторами, всегда возникает мысль, что ординатору этих 50 катетеризаций надо выполнить, для того, чтобы осложнений стало в два раза меньше. Далее, три и более неудачных пункта с иглой, маркер для установления осложнений. Здесь у меня чисто практически совет. Если что-то не получается при пункте катетеризации магистрального сосуда, безусловно, необходимо, после трех неудачных попыток, как смена руки, не надо этого стесняться. Бывает так, что проходящий мимо молодой специалист, ни разу не выполнявший данные манипуляции, с первого раза выполняет пункцию и катетеризацию данного сосуда. И здесь не надо пенять на себя. Всякое бывает, потому что манипуляцию, которую мы выполняем без визуализации, она слепа, и эти осложнения возможны. Плюс, опять же, если вспомнить про те вариации расположения, анатомические, которые я приводил слайдами выше. Частота механических осложнений возрастает в шесть раз, если выполняется более трех попыток вслепую. Ну и поэтому я с удовольствием продемонстрирую вам маленький ролик, он вас несколько повеселит. Нельзя сегодня, на мой взгляд, на современном этапе, данную манипуляцию выполнять без визуализации. С''c'c'c'c'c''s'c'c''s'c'c'c'c'. Потому что слепые визуализации всегда могут привести к осложнениям, как наглядно документирует данный видеоролик. И я абсолютно согласен с тем, что лозунг маршала Нэя о том, что количество картечек компенсирует неточность стрельбы, сегодня неупотребим в современной медицине. Вопросы, решаемые с помощью ультразвуковой пункции, основного метода на сегодняшний день неинвазивного, который позволяет визуализировать особенности анатомии, глубину, ход венозного ствола, диаметр вены и артерии, их расположение, выявление аномалий. Это все принадлежит ультразвуку, про который мы поговорим с вами в дальнейшей части моего выступления. Ну, мир меняется, мы ощущаем технический прогресс, который происходит вокруг нас и с нами. Безусловно, появились портативные аппараты ультразвуковые, которые можно использовать в любых условиях, будь это первичное оказание медицинской помощи, будь это операционное, будь это реанимационный зал или кроватные методы. Несколько слов о том, как до людей дошло, что существует звук в природе, который не слышит ухо человека. Лазаро Спланзани, итальянский биолог, не зная о нашествии панэпидемии ковидовируса, очень серьезно занимался изучением летучих мышей. И обратил внимание о том, что если залить воск в уши мышей, они абсолютно становятся дезориентированными в пространстве. Было высказано предположение, что мыши излучают определенную частоту и звук, который не слышит ухо человека, он отражается от объектов, и они ориентируются благодаря этому. Этот термин получил название эхолокации, и его, как правило, использовали в дальнейшем рыболовы для определения косяков рыб, и использовали его в технических нуждах. Далее было выяснено, что каждый индивидуум на нашей планете слышит по-своему, у слонов это частота звука, которую он воспринимает от 0,1 до 25 Гц, а человек воспринимает от 20 до 20 тысяч Гц. И поэтому звук, который существует в природе, был разделен на три фракции, инфразвук до 20 Гц, слышимый звук от 20 до 20 кГц, и ультразвук выше 20 кГц. История использования в рутинной практике анестезиолога ультразвука достаточно давняя. Посмотрите, Ульман со стоингом в 1978 году впервые выполняли пункцию внутренней ремной вены, используя так называемый ультразвуковой карандашный доплер, ориентируясь на звук, выходящий из артерии и вены, они определяли артерию и статической методикой в дальнейшем выполняли ее пункцию. Но, однако, ультразвуковые технологии в то время были не схожи с современными аппаратами, и, безусловно, масштабность оборудования не позволяла их использовать в рутинной практике. Вот такие приборы были раньше. Я хотел бы обратить внимание на слайд справа. Человек помещен в ванну, вокруг него есть сканирующий ультразвук, ванна заполнена водой, потому что воздух самый страшный брак ультразвука, и вот как здесь выполнять катаризацию бедренной вены? Наверное, было бы очень сложно. Ну, прошло время, прошли десятилетия, был придуман гель, на это тоже ушли десятилетия. То, что сегодня является обязательным атрибутом при ультразвуковом исследовании, никого не удивляет, когда пациенты приходят в кабинет ультразвуковой диагностики. Появились портативные аппараты, вот вы видите, сегодня даже существуют айфоны с насадками ультразвуковых датчиков, которыми очень активно пользуются парамедики за рубежом при оказании первичной медицинской помощи, проводя ФАС-протокол, БЛЮ-протокол и другие манипуляции. Роман Евгеньевич Лахин на прошлом вебинаре подробно объяснил проведение БЛЮ-протокола, особенности его выполнения, особенности ультразвуковых картин, но он не останавливался на физических основах ультразвука. Поэтому я себе позволил для того, чтобы аудитория понимала, от чего происходят вот эти вот 50 оттенков серого на экране, несколько времени уделить физическим основам ультразвука. Пьер и Жак Кюриев в 80-м году открыли пьезоэлектрический эффект, который заключался в том, что попадание звука на пьезоэлектрические кристаллы изменяет их форму, тем самым изменение формы энергии это переходит в электрический сигнал, который цифруется ультразвуковым аппаратом. То же самое и обратный пьезоэлектрический эффект, когда электрический ток опять же изменяет пьезоэлектрический кристалл и изменение его формы приводит к изучению ультразвуковых волн. Так вот, если говорить конкретно про датчики ультразвуковых приборов, пьезоэлектрические кристаллы как раз и расположены на датчике, которые показаны на данном слайде. Часть этих пьезоэлектрических кристаллов, которые насчитываются значительное количество на датчике, излучают ультразвук, который или поглощается, или отражается тканями, а часть этих кристаллов его воспринимает. Безусловно, единицами измерения частоты являются герцы. Один герц – это одно колебание в секунду, один мегагерц – это один миллион герц. И верхняя граница слышимого звука – это 20 тысяч герц. Чем выше частота датчика, а датчики характеризуются именно частотой излучаемого ультразвука, тем лучше картинка на экране ультразвука, но, к сожалению, ограничивается глубина исследования. Необходимо помнить и различные математические и физические основы о том, что угол падения равен углу отражения, и, безусловно, если визуализировать иглу, многое будет зависеть от угла вкола данной иглы, потому что, как видно на слайде, при глубоком вколе часть отраженных волн будет уходить вне датчика, что будет сказываться на визуализации иглы. И здесь абсолютно четко видно, что чем больше угол, тем хуже видна игла, и именно поэтому на сегодняшний день иглы для визуализации ультразвука имеют определенные насечки, канавки, так называемые, которые отражают в разные стороны ультразвук и легче воспринимаются датчиком. Многие современные аппараты сегодня имеют так называемый режим усиления визуализации иглы, что также позволяет более четко выводить иглу под датчик. Ну и теперь варианты визуализации самой иглы. Мое глубокое убеждение, что на первых этапах надо начинать с продольной визуализации, когда игла ведется вдоль датчика. Я хотел бы обратить ваше внимание о том, что ультразвуковой луч имеет толщину всего 1 мм. И вот это продольное так называемое направление и сканирование продольной иглы позволяет ее увидеть во весь длинник, соответственно, четко определять кончик иглы при ее продвижении. Для того, чтобы руки понимали, что хочет видеть голова, а голова понимала, что делают руки, необходимы, конечно, многие тренировки. Но это все вполне обучаемо. И я покажу вам основные моменты на начальных этапах, которые приводят к осложнениям. Например, вот данный вариант. Сегодня, когда молодежь садится за ультразвуковые приборы и начинает заниматься инвазивными манипуляциями, как правило, все внимание его обращено на экран ультразвука, и он абсолютно не смотрит на руки. И это приводит к тому, что, видите, иголочка выходит из сечения ультразвуковой волны, и у нас складывается впечатление, что мы видим кончик иглы на этом слайде. Но, как вы видите, игла, кончик у нас совершенно в другом месте, так как игла вышла из-под сечения ультразвуковой волны. Для того, чтобы предупредить подобные технические погрешности, есть различные варианты аксессуаров, вот как, например, на этом слайде, когда насадка на иглу с ультразвуковым вот таким вот крестиком, и удерживая его в проекции датчика, мы четко будем гарантировать, что игла у нас пойдет в проекции ультразвукового луча. Помимо этого, существуют определенные насадки, но я честно вам скажу, что я не очень люблю насадки, как правило, ими пользуются хирургами для пункции и катетеризации каких-то полостей. Они очень ограничивают творческие способности умения владения иглы и ее визуализации. А вот этот приборчик, он мне понравился, мне пришлось с ним поработать, ультразвуковые кристаллы расположены на этой части этого прибора. Он абсолютно подлежит обработке подобным образом. И самое главное, что при установке его над предполагаемым сосудом, который мы хотим закатеризировать, мы видим синюю линию, мы можем остановить вовремя иглу. То есть, в принципе, получается такой прибор-дырокол. Абсолютное отсутствие творчества, но и при этом абсолютное отсутствие возможных осложнений. Я попробовал им на Blue Phantom поработать. Действительно, он у меня оставил достаточно благоприятные впечатления, но единственное но, что он не зарегистрирован в Российской Федерации и на сегодняшний день. Второй момент, который я освоил позже, чем продольное сканирование иглы, это перпендикулярное сканирование. И здесь необходимо понимать, что мы не видим всего длинника иглы, мы видим только точку гиперэхогенную пересечения иглы с ультразвуковым лучом. И вот как это выглядит на ультразвуковой картинке, когда кончик иглы находится в центре внутренней еремной вены. Для того, чтобы определиться, где находится кончик, потому что, возможно, здесь тоже технические осложнения, когда игла проходит за ультразвуковой луч и оказывается не там, где мы хотели бы. Используя так называемое правило равнобедренных треугольников, отложив расстояние от глубины расположения наружной стенки сосуда, мы его откладываем от датчика и под углом 40 градусов проводим. Пифагоровые штаны на все стороны равны, как это нас учили по геометрии. Выполняем пункцию и ожидаем кончик иглы именно над стенкой сосуда в той проекции луча, в какой мы выполняем пункцию. Однако, честно скажу, технически это не всегда удается так четко сделать, или угол наклона меняется, или неправильное отложение длины. Поэтому я в своей практической работе предпочитаю в большей степени так называемую методику плавающего датчика. Когда после прокола кожи я подхожу, определяю кончик иглы, далее удаляясь, он исчезает, и я ориентируюсь, принимая момент исчезновения этого кончика иглы как раз за кончик, и подвожу ее потихонечку к стенке сосуда, после чего выполняю пункцию. Я хочу сказать, что именно перпендикулярный метод, он более, скажем так, напоминает классические методы пункции катеризации сосудов, он более, скажем, для пациентов допустим, если мы их катеризируем в сознании, потому что меньше прокол, меньше прохождение иглой приносит меньше отрицательных субъективных ощущений. Ну вот по длинной оси, посмотрите, также можно увидеть и катетер, который будет располагаться в сосуде, тем самым его контролируя. Роман Евгеньевич на прошлом вебинаре очень много говорил про артефакты, на которых, в принципе, и основана картина при проведении Блю-протокола. Мы встречаемся с артефактами также, и один из них называется эффектом реверберации, когда ультразвук отражается от стенок иглы, тем самым приводя вот к подобному хвосту, так называемый хвост кометы, распространяющийся за иглой. Но он меня абсолютно не пугает, он меня абсолютно не мешает и, наоборот, даёт большую уверенность при появлении данного артефакта реверберации, то, что именно посередине иголочки проходит ультразвуковой луч. Следующий артефакт – это артефакт акустической тени, и он возникает с засильно отражающими и сильно поглощающими ультразвуковыми структурами. И вот здесь это основной артефакт, который не даёт такой широкой возможности использовать пункцию катеризации подключичной вены под ультразвуковым контролем, потому что ключица не пропускает ультразвуковые лучи, за ней возникает вот такая вот тень, под которой ничего не видно, и сосуды в том числе. На данном слайде показана картинка плевры и ребра, и тоже мы видим определённое ограничение для визуализации легочной ткани в зоне подреберья. Ну, артефакт дистального псевдоусиления, это дистального псевдоусиления сигнала, возникает позади слабо поглощающих ультразвук структур. Он нам абсолютно не мешает, а подчёркивает только стенки сосудов, как видно на данном слайде. И артефакт боковых теней связан с преломлением, а иногда интерференцией ультразвуковых волн при попадании ультразвукового луча, показательный на выпуклую поверхность. Относительно датчиков, как я вам уже говорил, мало того, что они характеризуются по излучаемой длине ультразвуков, делясь на высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные, они могут ещё быть разными по своей форме. На данном слайде представлен линейный датчик, также есть ещё датчики конвексные. Но вот наглядно картинка показывает, почему при использовании высокочастотных датчиков мы видим картинку лучше, потому что более плотное расположение луча, но ограничено при этом, он нарисован синеньким здесь карандашом, но ограничена при этом глубина исследования. Соответственно, выбирая датчики, мы должны ориентироваться на ту процедуру, для чего мы их выбираем. Есть низкочастотные датчики, их излучение составляет 3-5 МГц, они позволяют сканировать глубокие органы, проведение фаз протокола, печень, желчный пузырь. Высокочастотные датчики, как правило, это катетеризация сосудов, поверхностно расположенных, не у тучных людей, это выполнение различных вариантов периферических регионарных блокад, опять же, плечевого сплетения, которое располагается достаточно поверхностно. Среднечастотные датчики позволяют увидеть более глубокие структуры, например, то же самое плечевое сплетение в подключичной области или седалищный нерв в ягодичной области. Но для проведения манипуляции по катетеризации сосудов, как я уже сказал, мы все-таки отдаем предпочтение датчикам высокочастотным, они обеспечивают лучшее разрешение поверхностных структур. На сегодняшний день любой портативный аппарат, ну, во всяком случае, те аппараты, которые проходили через мои руки, оснащен еще функцией доплерографии. Доплер был известный австрийский ученый, который очень любил слушать звук от приезжающих и отъезжающих от него поездов, и он нашел разницу в этом звуке, которая легла в основу этого метода, и этот метод получил его имя. Ну, вот, когда мы занимаемся цветным картированием сосуда, то есть нажимая определенные клавиши на аппарате, делим сосуды на окрашивание синим и красным цветом, надо сразу для себя уяснить, что не всегда синий это бывает вены, не всегда красная это артерия, как нарисовано в учебниках привесы и синельникова. Все зависит от скорости отражения ультразвука, пробегающих по этим сосудам эритроцитов. И вы видите, насколько будет длиннее волна у убегающих эритроцитов и, короче, у прибегающих к датчику эритроцитов. И вот наглядный пример, когда проекция сонной артерии и внутренней ремной вены, и красным цветом непривычно окрашена внутренняя ремная вена, а синим сонная артерия. Если мы поменяем наклон датчика, при котором будут контрлатерально бежать эритроциты, то мы и получим контрлатеральное окрашивание сосудов. Соответственно, еще раз повторюсь, синий это не вена, красный это не артерия, все зависит от того наклона, куда установлен датчик, корниально или каудально. Для более глубокого изучения вопросов вена это или артерия, существует так называемый импульсный доплер. Когда выведет датчик на тот или иной сосуд, мы видим абсолютно разную графическую картину. У артерии будет выражен в большей степени систолический компонент, у вены и систолический, и диастолический. Ну, я вот говорил вам, что ультразвуковой луч обладает шириной всего 1 мм, и при проведении визуализации иглы инплейн, безусловно, нужно стараться удержать ее в проекции ультразвукового луча. Ну, и в зависимости от плотности ткани, куда мы направляем ультразвук, происходит или его полное отражение, или его полное отражение, все зависит от эхогенности той или иной структуры. Например, артерии и вены, то есть сосуды, они всегда будут анахогенные и выглядят таким вот черным кругом. Кость, она или надкостница, она всегда гиперэхогенна. Нервы могут иметь различные, так же, как и связки мышц, различную структуру. В зависимости от того, как мы установим датчик, а для себя вот представление датчика как гильотина, и вот срезанные ткани, мы будем видеть и структуру тканей, в зависимости от положения датчика. Или продольная, или поперечная. И вот при поперечном сканировании это будут подобные овалы, если мы говорим сейчас о сосудах, при продольном, похожие на водосточные трубы структуры. Необходимо помнить о том, что поворот головы меняет расположение, касаемо относительно внутренней ремной вены и артерии. И на датчике это четко видно. Основной признак, опять же, отличия венозного русла от артериального в том, что легкое давление датчиком на ткани будет приводить к задавлению вен. Артерия при этом будет оставаться круглой и пульсирующей. Но вот я показал, вы видите, 2014 год, 22 января, один и тот же больной, почему я обращаю ваше внимание, как выглядит на горизонтальной поверхности, на которой лежит пациент, внутренней ремной вены и сонная артерия. Легкое давление датчиком на картинке справа приводит к тому, что мы практически не дифференцируем внутреннюю ремную вену. Вообще, я хотел бы обратить ваше внимание, что внутренние ремные вены, стенки очень податливые. Вероятнее всего с этим связано, что она занимает второе место по тромботическим осложнениям. Так как положительную аспирационную пробу, если мы вслепую выполняем пункцию катаризации внутренней ремной вены, мы правило получаем на выходе иглой, не на входе, а на выходе. И, как правило, за счет этого мы травмируем и наружную внутреннюю стенку внутренней ремной вены. И, соответственно, повреждая эндотелий, мы за счет тканевого фактора способствуем большей зоне для возможности образования тромбы. Посмотрите, насколько на левом слайде податлива при подхождении иглы внутренние ремные вены. Это также один и тот же человек на левом и на правом ультразвуковой картинке. Но как можно увеличить зону, интересующуюся нас, куда нужно попасть кончиком иглы? Безусловно, мы очень активно в своей рутинной практике используем наклон головного конца операционного стола, на котором мы выполняем манипуляцию. И вот один и тот же, опять же, человек с одной и той же зоной исследования. Слева в горизонтальное положение, диаметр внутренней ремной вены, справа наклон головного конца на 15 градусов. Не надо это называть положением Тренделенбурга, потому что положение Тренделенбурга составляет порядка 45-50 градусов наклон головного конца. И не надо увеличивать этот наклон, потому что мы в своей работе, которая прошла через кафедру анестезиологии, ремотологии и неотложной педиатрии, педиатрического университета, наглядно показали, что нет достоверной разницы, если опускать головной конец больше, чем 15 градусов по размерам, диаметрам сосуда, в сравнении с тем, если головной конец опущен на 15 градусов. При выполнении катаризации существуют две методики. Одна называется из них динамическая, другая статическая. Я сразу забегаю вперед перед тем, как характеризую эти методы, скажу, что отдаю предпочтение в большей степени, конечно, динамическому сканированию. Потому что статическое сканирование позволяет нам, ну, например, когда у нас там 10 столов в операционной и один аппарат ультразвука, вечером пройтись по пациентам, определить ход, глубину расположения необходимой нам вены, нарисовать ее. Но в дальнейшем при перекладывании с каталки на операционный стол вся эта топография может измениться и привести к тем осложнениям, о которых я говорил несколько раньше. Безусловно, каждый аппарат имеет шкалу глубины, можно определить диаметр интересующего у нас сосуды, его точку расположения, и после этого вот выполнить его пункцию и катаризацию. Это замечательный слайд, который мне предоставил Михаил Викторович Быков, серьезно занимающийся темой катаризации сосудов подольше звуком и выпустивший замечательную монографию в прошлом году, касаемый данного вопроса. Почему динамическая методика лучше? Потому что ты наблюдаешь сам процесс, сам процесс продвижения иглы к сосуду, сам процесс попадания иглы в сосуд. Но здесь первый вопрос, который возникает, посмотрите, правило третьей руки, которое очень легко реализовывается в клиниках при федеральных учреждениях образовательных, и любой ординатор с честью для себя всегда возьмет датчик, намывшись и поассистировав, и тогда этой проблемы не возникает. В рутинных условиях иногда это бывает проблематично, и как мы обходим данную проблему, которая у нас вылилась за патентованную методику, мы сразу же на иглу, посмотрите, проводим йод-образный проводник, и когда видим под контролем ультразвука пункцию стенки вены, не выполняем аспирационный проб, мы все видим, сразу же заводим этот йод-образный проводник, и у нас получилось так, что меньшее количество неудачных пункций, меньшее время, затрачиваемое на данный момент, потому что, особенно что касается внутренней ремной вены, кто занимается ее частой пункцией, наверное, обращают внимание незначительной глубины в колу, он составляет у взрослых от 8 мм, максимум до 1,5 см. Нет фиксации руки, когда мы после положительной аспирационной пробы снимаем с коннектора иглы шприц, в отличие от методики пункции катеризации подключичной вены, где можно всегда опериться на ключицу, и именно вот этот вот съем шприца, старание, особенно в нашем возрасте, попасть йод-образным проводником в центр иглы, если они нецентрованы, приводит к тому, что происходит миграция дистального отдела иглы, и пункция становится неудачным. Но, опять же, наши московские коллеги для этих целей используют толстые периферические катетеры на игле, когда они обращают внимание, что после удачной пункции в катетеры появляется кровь, удаляют иглу, и после этого спокойно заводят йод-образный проводник. Но это больше манипуляции, на мой взгляд, и больше возможности инфицирования данного сосуда или повреждения. Катеризация внутренней ремной вены. Ну вот, обратите внимание на этот слайд, вот здесь четко показано наверху слева момент пункции, то есть это перпендикулярная методика, когда иголочка стоит на самой стенке внутренней ремной вены, и дальнейшее ее продвижение будет приводить к ее пункции. Это продольное сканирование, когда мы четко видим пункцию и катетеризацию, и прохождение иглы, и выход из нее проводника. А вот так вот визуализируется уже катетер, который ультразвук воспринимает тоже как две точки, передняя и задняя стенка. В этом случае я буквально незначительно потянул за йотообразный проводник и специально визуализировал данный кадр для того, чтобы вы увидели, насколько податлива стенка внутренней ремной вены. Справа вы опять видите визуализацию катетера, что опять же избавляет наших пациентов от лучевой нагрузки, если у нас есть сомнения, стоим мы внутривенно катетером или нет. Ну, опять же, обратите внимание, здесь вот показана податливость стенки внутренней ремной вены и особенности, которые могут вызвать неудачные попытки, особенно при использовании игл с длинным срезом. Когда мы получаем вроде бы положительную аспирационную пробу, но проводимый йотообразный проводник, уходит за стенки вены. Спасибо Михаилу Викторовичу Быкову, что он поделился своими картинками, которые сам рисовал, и я их с удовольствием для аудитории демонстрирую. Как я уже говорил, вариация анатомии возможна, это наши находки, когда внутренняя ремная вена располагается непосредственно над сонной артерией. Когда она просто тромбирована, ее не видно, и сколько здесь было бы попыток, если бы мы не стали зрячими благодаря использованию ультразвука. Это уже находки Игоря Ильдусыча Закирова, которого я сегодня вспоминал в своей лекции, когда, обратите внимание, внутренняя ремная вена располагается между трахеей и сонной артерией, и это 1-2% людей, то есть на каждых 50 катеризаций у одного человека внутренняя ремная вена может располагаться медиальная сонная артерия. А привычно к ощущению пульсации сонной артерии, латеральному вколу под углом 30 градусов, опять же, будет большое количество попыток, а больше трех может уже приводить к большому валу осложнений. Ну и, безусловно, опять же, вспоминая вчерашний вебинар по тромбоэмболии легочной артерии, мы здесь еще можем определить пациентов группы риска при определении различных вариантов тромбов, находящихся в сосудах, интересующих нас, как на этом слайде. Мы видим проходимую сонную артерию и тотальный тромбоз внутренней ремной вены. Как я уже говорил, относительно катеризации подключичной вены есть определенные технические трудности, я расскажу, как их преодолевать, но они заключаются в первую очередь в том, что вена проходит под костной структурой ключицы, которая не пропускает ультразвуковые лучи, и за счет этой эхогенной тени мы не можем ее дифференцировать под ключицей. Поэтому на сегодняшний день принято латеральный подход к подключичной вене практически вместе с падением цифалика и акселярис, где и берет свое начало подключичная вена. Но в последнее время мне все чаще попадают статьи наших зарубежных коллег, которые для этой цели используют вену акселярис практически на уровне плечевого сустава. Что касается педиатрической практики, и мы этот метод перенесли во взрослую тоже, это визуализация хорошо известного способа, который я раньше часто использовал, как слепой на отключичного доступа к подключичной вене, то есть пункции катеризации уже ствола брахиоцефалика. При установке датчика мы видим большую зону, я покажу на видео, как это все выглядит, брахиоцефального ствола, и самое главное, при установке датчика мы позволяем, обратите внимание, что в принципе во многих случаях невозможно при катеризации внутренней ремной вены визуализировать иглу продольно, потому что датчик располагается по биссектрисе между стерноклеидом и стоидуус и ключицей. И ни голова, ни ухо пациента не мешает для проведения иглы продольно-ультразвуковому лучу. Ну, я сейчас постараюсь включить видео и несколько его прокомментировать. Вот у нас очень большая проблема в плане соблюдения различных вариантов асептики, потому что чехлы дорогие, они не всегда бывают, не всегда артероскописты с нами делятся. Огромное спасибо Архангелу Городцам, они нас научили вот именно использованию перчаток, для именно перчаток с так называемой резиночкой, да, которая является таким вот фиксатором. Необходимо наносить, конечно, гель нестерильный на сам датчик между перчаткой, а потом уже пользоваться стерильным гелем. Безусловно, это не условие пандемии, поймите меня правильно. И вообще сегодня по методическим рекомендациям необходимо одевать стерильный халат. Ну вот, обратите внимание на экран ультразвукового монитора. Вы видите движение иглы и вот эта вот анахогенная зона. Вот игла пропунктировала, пропунктировала как раз брахиоцифальный ствол. И она не способствует, скажем так, травме нескольких стенок. Соответственно, ну, дальше манипуляции всем уже известны, я на ней не буду останавливаться для того, чтобы сократить время своего вещания. В отношении бедренной вены мы ее используем только как крайний случай, когда требуются варианты каких-то экскорпоральных методик почечной-изместительной терапии. Потому что действительно я показывал работу тромбообразования очень высоко и катетерассоцированные инфекции тоже высоки. Но надо помнить анатомию, где располагается относительно артерии бедренная вена. И когда есть необходимость, безусловно, на 2 см у взрослых ниже попортовой связки, латеральная артерия, можно выполнить эту пункцию. Выглядеть она будет подобным образом. А вот как раз и момент пункции бедренной вены методом перпендикулярного сканирования иглы. Относительно катетеризации периферических вен, ну вот у нас в клинике этим иногда медсестры занимаются. Необходимы, конечно, дополнительные аксессуары по типу этой гелевой прокладки, потому что даже высокочастотный датчик будет показывать максимально близкое расположение периферического сосуда, и это будет вызывать трудности. Необходима манжетка для того, чтобы увеличить этот диаметр сосуда. И если я еще раз говорю, у нас этим занимаются сестры, то один из моих учителей ультразвука, Питер Майерхофен, это профессор Венского университета, вот у них это идут, ученые степени защищаются на использовании катетеризации периферических вен, где экономится время и количество неудач у детей минимального возраста, где возможны трудности при проведении пункции и катетеризации. Артериальный катетер сегодня в эпоху пандемии напряжение, что углекислым газом, что кислородом артериальной крови требует этого метода, и, конечно, лучше его выполнять под контролем ультразвука. У меня был достаточно большой опыт в городе Иркутске, когда меня пригласил в кардиохирургическое отделение Зураб-Зурабочной Дирадзе, и буквально мы с его докторами освоили эту методику за короткое время, и сейчас они очень пользуются, если они меня видят. Во всем, ребят, привет большой. Артерия отлична от вены тем, что она не спадается при давлении датчиком, она всегда выглядит кругло. Безусловно, необходим опыт в плане пункции и катетеризации периферических артерий, потому что диаметр их значительно меньше. Для ультразвукового подтверждения некорректной позиции центрального венозного катетера на катетера тоже можно использовать ультразвук, и на слайдах показано перпендикулярное сканирование стенок этого катетера и продольное сканирование, потому что не всегда можно разобраться, где стоит катетер. Ну, вы скажете, как не всегда? Должна, если это артерия, быть алая кровь. Ну, согласитесь со мной, на пациента, находящегося на ФИО-2-1, со значимой инфузией, может быть и светлая кровь, красная кровь при стоянии в вене, и обратная ситуация, когда ФИО-2 низкий, когда недостаточная инфузия выполнена пациенту, и артериальная кровь может быть темного цвета. То есть здесь количество палочек и колбочек специалиста может его ввести, скажем так, в непонимание, где стоит катетер, тогда мы используем, безусловно, ультразвуковые технологии. Всегда надо помнить про правила асептики и антисептики. Я вам показал метод, рекомендованный архангелогородцами по использованию перчатки с резинкой. Ну, вот в цивилизованных странах, это как раз профессор Майархофен, которого я вспоминал, они даже экономят на геле, на нестерильном геле, используют так называемые адгезивные чехлы, позволяющие удалить прослойку воздуха между самим датчиком и чехлом. Конечный результат вы видите на последнем слайде, очень неудобно, и, безусловно, это определяет характер работы, не зная, как там в условиях пандемии, сохранились ли у них эти чехлы. Наши доктора иногда используют подобный метод, потому что подобные адгезивные повязки имеются сегодня в наличии, их тоже, они стерильные, их тоже можно использовать для обеспечения стерильности датчика. Ну, и, безусловно, необходимо использовать гель, стерильный гель, его сегодня в достатке, не очень неудобно поливать водой, для того, чтобы убрать воздух между датчиком и кожными покровами, поэтому пользуйте данный гель. Ну, и перчатка. Лучше, чтобы эти перчатки были с резинкой, потому что она будет закреплять под шейку датчика перчатку и меньше привносить неудобств. Но нужно пользоваться ультразвуком, потому что при отсутствии опыта это слепая езда, и вот серьезные такие осложнения, как показано на этом слайде. И здесь действительно вот играет правило, когда количество выполненных процедур приводит к более высокому качеству выполнения этих процедур. Для этих целей мы на кафедре анестезиологии и реаниматологии неотложной педиатрии имени профессора Гордива проводим циклы, за которые начисляются баллы НМО. Пожалуйста, приезжайте, будем учиться, когда эта пандемия закончится. Но очень часто я вижу мнение специалистов, после того, когда задается вопрос, почему вы не работаете с ультразвуком, он стоит тут же рядом, дайте нам доработать до пенсии, оставьте нас в покое, мы и так хорошо выполняем по анатомическим признакам. Поэтому мы провели интересную работу на кафедре, которая вошла в часть кандидатской диссертации, посвященной ультразвукам Натальи Сергеевны Малошенко. Мы взяли две группы, врачи-интернов, у которых еще, знаете, глазки горят, которые хотят заниматься чем-то новым. Ну и вторая группа, которая пришла на сертификационный цикл, это врачи-анестезиологи-реаниматологи со стажем, уже с такими выраженными когнитивными дисфункциями от постоянных вдыханий галоген, содержащих анестетиков. Провели им тест на внимание, так называемый тест Бурдона. И далее была прочитана лекция и брю-фантом, на котором исследовались уже мануальные навыки специалиста. Относительно активного внимания молодежь выиграла у группы со стажем, безусловно, с достоверной разницей. Но когда мы начали изучать частоту удачных пункций на блю-фантоме, то, в принципе, в группах они сравнялись на шестой попытке, и дальше их разница стала недостоверной. Поэтому суть данной работы заключается в том, что, в принципе, было бы желание научиться этому можно всегда. Ну и в заключении, в заключении, что я хотел бы сказать, сегодня никого уже не удивляют аппараты DaVinci в операционных, когда сложнейшая манипуляция за хирургов выполняет робот. Сегодня никого не удивляют роботы, которые интубируют трахею, о чем после меня будет тоже обращено ваше внимание. Сегодня никого уже не удивляет даже, наверное, робот-анестезиолог. Ну, как говорит профессор Куликов, Александр Вениаминович, его поломали сами анестезиологи, почувствовав конкуренцию. Поэтому, безусловно, я этот разговор веду к тому, что надо использовать технические возможности ультразвука, требовать его, потому что он определен и 909 приказом по педиатрической практике, и 919 приказом, определяющим характер работы анестезиолога-реаниматолога. Надо требовать его у администрации клиники, где вы работаете, и он прописан в методических рекомендациях для выполнения пункции катетеризации сосудов, и сегодня является необходимым инструментом для выполнения данной манипуляции. Философу Эразмусу, что в королевстве слепых одноглазый человек-король. Благодарю вас за внимание. Максим Андреевич спрашивает, какой минимально допустимый вес и возраст ребенка для установки порт-системы? Ну, насколько я информирован, ограничений по возрасту нет. Спасибо. Екатерина Александровна просит помощи в решении практической задачи. У пациента на пожизненном паранетеральном питании вследствие синдрома короткой кишки с имплантированной порт-системой в левую подключичную вену возникло осложнение. Пристеночный тромбоз верхней полой вены и двусторонний пристеночный тромбоз брахиоцефальных вен. Патология системы гемостаза не подтверждена. Возможно, в России другие места для имплантации порт-системы. Были ли у вас в практике такие случаи, какие варианты решения? Да, учитывая то, что в клинике педиатрического университета имеется отделение сосудистой хирургии, мы часто встречаемся с таким осложнением, как пристеночное образование тромба. Этим детям мы назначаем терапию низкомолекулярными гепаринами и спустя какое-то время удаляем этот катетер, не видя серьезных осложнений, которые возможны в плане тромбоэмболии легочной артерии. В отношении других мест имплантации систем, ну, с другой стороны, спустя 6 часов это возможно, возможно. Спасибо. Артур Александрович пишет, больному с пониманием COVID-19, находящемуся на ИВЛ, обязательно ли катетеризация с центральной вены или можно обойтись периферическими? И каковы критерии выбора доступа в этом случае? Ну, здесь ситуация достаточно должна быть индивидуальна при решении данного вопроса, потому что вы знаете, что пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции, требуют в течение 11-12 часов позиции на животе. И вот это перекладывание может опять же привести к определенным техническим проблемам, если катетер установлен в подключичной вене или особенно во внутренней рюмной вене. Но тем не менее, эти пациенты зачастую требуют и поддержки надреномиметиком. Эти пациенты могут требовать и парентерального питания, введения антибиотиков. Поэтому вероятнее всего в большей степени я бы отдал бы предпочтение так называемым пик-катетерам, заведенным в магистральные сосуды через периферическую вену. Спасибо. Иван Вадимович спрашивает, имеются ли какие-либо регламентирующие документы со сроком стояния центрального венозного катетера? Ну, прописано в клинических рекомендациях, которые опубликованы на сайте Федерации Анестезиологов и Реаниматологов, что, в принципе, оптимальное стояние катетера во внутренней рюмной вене составляет 5-7 дней при подключичной вене. Это дольше, да. Такие рекомендации, такие рекомендации есть, и я их показывал на своем слайде, сколько можно использовать тот или иной доступ. Спасибо. Татьяна Заступаева спрашивает, возможно ли установка портсистемы в бедренную вену? Думаю, что да, но я с этим никогда не сталкивался. Спасибо. Борис Борисович интересуется, осложнение пункции каких центральных вен более опасны для больного? Осложнение всех, пункции всех магистральных сосудов, на мой взгляд, опасны для больного, если их выполнять вслепую. Я показывал статистику по тем или иным осложнениям и инфекционным, и тромбоотическим, и механическим. Они составляют более 20% на последнее. В случае бедренной вены? В случае бедренной вены мы, еще раз повторю, держим всегда про запас, стараемся не использовать, потому что высокая вероятность тромбоотических осложнений, высокая вероятность порядка 10-20% механических осложнений и высокая вероятность развития катетерассоцированных инфекций. Спасибо. Надежда Геннадьевна спрашивает, как часто используется костный доступ у детей и показания для доступа у детей? Вы знаете, достаточно часто используется внутрикосный доступ у детей, и это демонстрирует очень хорошо наши казанские коллеги Республиканской детской больницы Игорь Эльдусович Закиров. У него имеются эти девайсы, у них есть санавиация. В случаях, когда нет возможности закатеризировать периферический или магистральный сосуд, они всегда используют внутрикосный доступ, который позволяет и лабораторные исследования проводить, и инфузию препаратов. Ну и далее вопрос Яны Андреевны, также касающийся внутрикосного доступа. Какая может быть скорость инфузии? Да, обычно она практически не отличается от внутривенной, то есть она в первые сутки может обеспечить инфузионную нагрузку по физпотребности. Допустимо ли инотропное средство вводить? Да. Спасибо. Владимир Евгеньевич спрашивает, какие особенности дезинфекции ультразвукового оборудования, используемого для катетеризации вен в условиях массового поступления в отделение реанимации? Существуют ли клинические рекомендации в Российской Федерации? Ну, по дезинфекции нет, есть клинические рекомендации, в которых я принимал участие и руководил этим проектом Роман Евгеньевич Лайхен по катетеризации под ультразвуком в отношении дезинфекции. Безусловно, надо соблюдать все правила асептики и антисептики. Не думаю, что в период массового поступления будет достаточное количество чехлов и обработка датчиков. Конечно, здесь надо смотреть на те средства, которые допустимы, потому что вот эта вот поверхность ультразвукового датчика, она может портиться от асептических растворов. Спасибо. Константин Константинович благодарит Вас за лекцию, спрашивает, есть какие-либо наставления или руководство, которое регламентирует первоначальный выбор катетеризируемого сосуда при условии наличия возможности анатомической мануальной пункции как подключичной, так и внутренней ремной вины? Ну, я уже об этом говорил, что по количеству осложнений, имеется в виду инфекционных и тромботических, предпочтения надо отдавать подключичной вине. Этих осложнений при ее пункции и катетеризации меньше. Спасибо. Константин Игоревич пишет, скажите, пожалуйста, есть ли необходимость в рутинном рентгенологическом контроле органов грудной клетки после катетеризации центральных вен ремной подключичной, в том числе после катетеризации под УЗИ-навигацией? Если да, то какими нормативными документами это регулируется и как поступать в случае катетеризации выполняемых анестезиологом во время хирургических вмешательств? Ну, считается, что опять же это опубликовано на сайте Федерации анестезиологов и аниматологов, что после катетеризации после 6 часов надо делать рентген-контроль. Мы не придерживаемся всегда этого правила и если катетеризация прошла успешно и мы используя ультразвуковую навигацию видим правильное состояние и выполняли в динамической методике катетеризацию, я рентген-контроль в своей рутинной практике в принципе не использую. Спасибо. Александр Николаевич спрашивает, есть ли смысл устанавливать порт-систему больному с коронавирусной инфекцией? Как правило, нет. Порт-системы устанавливаются для больных, которым планируется длительное использование сосудистого доступа. Роман Олегович спрашивает, при плановой операции низкой травматичности невозможно установить периферический доступ к методам выбора будет винисекция или катетеризация магистральной вены? Я бы начал с меньшего, с винисекции, и мы это активно используем. Спасибо. Анна Евгеньевна благодарит вас за лекцию и спрашивает, какой наиболее часто используемый доступ к сосудам у детей в возрасте до 1 года? В возрасте до 1 года, как правило, это подключичная вена, потому что есть особенности за уходом, если катетер стоит во внутренней ремной вене, складки, короткая шея, опять же, гигиенические особенности данного места. Или, опять же, пики, все в большей степени сегодня, как я информирован, у больных, которые занимаются, у больных новорожденных используются пик катетера через периферию, когда длинный хоз заводится в магистральный сосуд. Спасибо. Вадим Вячеславович спрашивает, при развитии катетериндуцированных осложнений при катетеризации подключичной вены у пациентов с ковид-пневмонией какова тактика? Смена со стороны для пункции, например, слева, если катетер был установлен в правую вену, или использование периферической вене пункции? Ну, все зависит от состояния больного. Если есть возможность, можно уйти на периферию. Можно вначале уйти на периферию на какой-то срок, а потом, если есть необходимость я ее иллюстрировал в слайдах в катетеризации центральной вены, использовать в другом месте пункции катетеризации мегастрального сосуда. Спасибо. Владимир Евгеньевич спрашивает, является ли допустимым использование методики маркирования точки доступа с последующим проведением слепой манипуляции? Использование данной методики включено в чек-лист пункции катетеризации вены, утвержденными фар. Приветствую вас Владимир Евгеньевич рад слышать вас есть вопрос в том, что статическую методику никто не отменял но я высказал свое отношение к ней потому что при любом изменении положения тела может измениться топография соответственно я пользуюсь всегда только динамической методикой при пункции катетеризации мегастральных сосудов. Спасибо Елена Константиновна пишет Известно, что уровень тромбоцитов менее 50 является противопоказанием для катетеризации центральных вен Какова должна быть тактика в подобных ситуациях если периферические сосуды недоступны УЗИ визуализации тоже нет УЗИ визуализации тоже нет Ну определено 50 безусловно количество тромбоцитов потому что есть риски развития геморрагических осложнений они определены в рекомендациях про которые я сегодня вспоминал написанные профессором Кузьковым Горбачевым и Суминым но они выделены как относительные противопоказания безусловно когда стоит вопрос жизни и смерти из двух зол выбирает меньше надо катетеризировать сосуды Спасибо Юрий Юрьевич благодарит вас за интересную лекцию пишет Нам всем известны случаи когда без проблем выполняется пункция магистральной вены в том числе с УЗИ навигации а проводник невозможно завести при этом смещения кончика иглы нет что подтверждается устойчивым обратным током крови в чем чаще всего причина и как вы решаете эту проблему кроме вариантов смены доступа и рук оператора Я говорил о том что в последнее время предпочтение отдаю катетеризации бросьоцефалика когда проводник идет вдоль вены а не упирается в стенку которая будет напротив окончания иглы и действительно этот способ профилактирует трудности с заведением катетера Спасибо Хава Юнусом напишет при отсутствии ультразвукового аппарата в отделении хоть это и входит в приказ об оснащении при возникновении постфункционных осложнений кто несет ответственность врач или лечебное учреждение как врачу обезопасить себя в данной ситуации тем более малоопытному который еще не провел 50 катетеризаций Хава Юнусом здесь вопрос как поведет себя судья на процессе если перед ним окажется 919 или 909 приказ первый вопрос будет к вам почему вы пошли на выполнение манипуляции не имея оборудования поэтому для того чтобы обезопасить себя необходимо конечно требовать от администрации поставку этого оборудования своими служебными записками регистрировать их и я хотел бы еще обратить ваше внимание что в конце 2019 года появились методические рекомендации они так неожиданно для анестезиологического сообщества появились под написанные под руководством профессора Бекуловой где вообще запрещается катетеризация без использования ультразвукомагистральных сосудов безусловно это ограничивает наши возможности мы хотим внести коррективы в эти рекомендации методические мы эти вопросы уже обсуждали с главным детским анестезиологом нештатным при министерстве Сергеем Михайловичем Степаненко я думаю что они скоро появятся а сегодня даже страховые компании некоторые клиники штрафуют за то что выполняется пункт катетеризации магистральных сосудов без ультразвуков и для нас как ни странно это было поводом для того чтобы администрация проявила какие-то действия в плане закупки этой аппаратуры этот документ который имеет сейчас силу спасибо можно ли использовать фазированный датчик для ассистенции при пункции вены Сергей Анатольевич спросил да можно вопрос Арсена Корбоналиевича если сегодня какие-то методы визуализации подключичные вены учитывая особенности узи-визуализации анатомии которая мешает да я о них говорил по-натомии по-натомии фазированный